ВК Твер стартовал в высшей лиге Б чемпионата страны по волейболу. Вчера тверская команда провела дома первый матч против московского Динамо. Игра получилась напряженной, неуступчивой и затянулась на 5 сетов. Гости оказались сильнее и победили со счетом 3-2. Сегодня завершилась вторая встреча и результат можно посмотреть на сайте нашей программы. Однако перед тем, как показать себя на площадке, Тверь презентовалась своим болельщикам. Мероприятие прошло в конференц-зале Дворца спорта «Юбилейный». С любителями волейбола общались исполнительный директор клуба Роман Камаледдинов, главный тренер Александр Прас и наставник молодежки и игрок Твери в одном лице Николай Фарахуддинов. Презентация началась с того, что клуб с пятилетием поздравил председатель областного спорткомитета Владислав Павлов. Он зачитал приветственное слово губернатора региона Андрея Шевелева. В свою очередь Роман Камаледдинов выразил признательность всем, кто на протяжении этого времени оказывал Твери поддержку. У нас клуб без болельщиков не может существовать. Профессиональный волейбол существует именно для болельщиков. Ну и всем большое спасибо еще раз. Любители волейбола с нетерпением ждали представления главного тренера. Напомним, что два предыдущих сезона действиями на площадке руководили сначала Сергей Федяев, затем Сергей Чеботарев. А в чемпионате 2013-14 наставником команды будет Александр Прас. Ранее он 10 лет работал с командой «Динамо» из набережных Челнов. Одна из главных заслуг Праса. Под его руководством в 2010 году сборная России завоевала бронзу на первых юношеских Олимпийских играх. Вся моя жизнь в волейболе прошла, потому что у меня отец, тренер по волейболу, довольно известный, детский. И я по-другому пойти просто на пути не мог. И поэтому, находясь в столь долгий срок на этом поприще, я мыслю, живу. Ну и образ жизни у меня подчинен только вот этой игре. Соответственно, от своих воспитанников, от людей, тех, кто окружает, я требую выполнения максимальной задачи. Не важно, ставят в руководство задачи максимум, задачи минимум. У меня одна задача – быть выше и выжить максимально, то есть максимальный результат. Максимальный результат Александр Прас будет требовать от команды, которая была сформирована фактически с нуля. После прошлогодних скандалов в основном составе осталось всего два игрока, знакомых тверским болельщикам. Это Станислав Зиновьев и Николай Фарахуддинов. Остальные спортсмены пришли из других клубов или вообще ранее не пробовали себя в профессиональном волейболе. Больше всего игроков перешло в Тверь из Нижневартовского Самотлора и Динамо из Набережных Челнов. Кстати, капитаном команды назначили бывшего динамовца Дмитрия Мальцева. Другие игроки ранее выступали за Академию Казань, Ярославич, Московское МГТУ и Новокуйбышевскую Нову. Впрочем, в составе оказались также доморощенные молодые ребята – Никита Ольхов из Торжка и тверетяне Илья Ромашов и Олег Яковлев. К слову, еще в прошлом году на базе с дюшер по игровым видам спорта была сформирована группа спортивного совершенствования. Планируется, что занимающиеся там юноши будут пополнять ряды команды мастеров. Наставником молодежки стал Николай Фархуддинов. Его задача – помогать перспективным спортсменам расти, доводить их до определенного уровня и передавать в ВК Тверь. Что касается целей, которые поставили перед собой главный тренер и руководство клуба, их можно назвать традиционными. «Прежде всего от команды мы ждем красивой игры, самоотдачи, упорства. Надеюсь, болельщики нас будут поддерживать в этом. Единственное, к руководству обращение, что если у нас какие-то неудачи и будут, а они все равно сопутствуют любой команде, то нас очень так не казнить сразу. По местам я не могу сказать, потому что ситуация у нас довольно сложная. Команда собрана из разных регионов. Два человека из прежнего состава остались. Нам надо наиграться, надо почувствовать друг друга. То есть связи, взаимодействия определить. И чем раньше мы это сделаем, тем будет успешнее наш результат». «Как администрация и руководство клуба мы все-таки ставим задачу перед клубом, это программу «Минимум» попасть в 12 сильнейших, выше лиги «Б». То есть это как бы результат минимальный, который, скажем, улучшит на три ступени наш прошлогодний результат. Прошлогодний результат у нас 15 место выше лиги «Б». Руководство клуба также обмолвилось, что в их планах за три года вывести Тверь в высшую лигу «А». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...